Когда читала, ощущала себя такой гарпией, злой, циничной, вредной. Всем привет! Токио Гмила Ильича создала так называется 10 авторов. Он мне показался весьма интересным, мне тут же захотелось обезьянничать и тоже его сделать. Итак, приступим. Автор, которого вы полюбили с первого произведения, конечно же, это Вячеслав Крапивин. Я о нем, кстати, недавно снимала видео, просто с первых строк произошла любовь. Мне подалили книги его, и я начала читать, и просто захлеб все несколько книг, там целая серия была, прочитала, и все. Эта любовь теперь у меня на всю жизнь. Далее. Автор, книгам которого вы обращаетесь, зная, что он не подведет. Целые двое. Это Лиза Сиев. Действительно, что бы я у нее не прочитала, все мне нравится, все по сердцу, все меня абсолютно освещает. И, конечно же, Мария Семенова, что бы она не написала, это просто, ну, цинус, персок и так далее. Третье. Автор, которому вы не сразу привыкли, но теперь обожаете. Вы удивитесь. Это мой обожаемый автор, у которого я собираю просто вот все книги, которые у него выходят. И с обожанием огромным к нему отношусь. Это Борис Акунин, но привыкла к нему не сразу. Дело в том, что это сейчас все всеядное. Но стародавние времена, в далеком-далеком детстве детективы я не любила. И мама принесла в дом несколько детективов о Пелагее. Вот, как сейчас помню, одной из книг было о Пелагее «Белый бульдог». Или какой-то там бульдог. Прилагательный бульдог, в общем. И, ну, я попыталась, но мне не зашло. Но я... мне нравится Япония. Я люблю эту страну, люблю эту культуру, люблю это аниме, драмы, сериалы и так далее. И я вдруг узнаю, что Кунин японист. Какая-то припитаясь какая-то книга, где действия происходят в Японии. По-моему, это было что-то из Селия Парфендорина. Но не самая первая часть, где вот он впервые обозначивается Япония. По-моему, это, кажется, алмазным приколесницам. А какая-то другая. И я начала читать только из-за того, что там есть про Японию, что сам Кунин любит Японию. И, начиная с этого момента, я просто зависла на этом авторе. Четвёртое. Автор, которому вы разочаровались. Мне больно это признавать, но это Татьяна Лампит. Я поклонница её книге «Уснуть и только», посвящённой реинкарнации. У неё есть много других книг, где тоже на эту тему в той или иной степени есть сюжетная линия. Но они у меня вообще не заходят. Я пыталась, и, честно, пыталась все их читать. И, ну, не для меня росла целая серия, как говорится, и не вышла. Поэтому я до сих пор очень часто перечитываю «Уснуть и только», но только эту книгу. Пятое. Автор, от которого вы не знаете, что ждать в очередной книге. Это Лизабет Гёперт. То у неё выходит «Есть молиться, любить». Совершенно потрясающая книга. Тоже не так давно о ней говорила. То у неё выходит кулинарная книга «Мои прабабушки» с рецептами. То у неё выходит книга про учёную XIX века, изучающую мхи, мха, пардон. Весьма любопытная книга. То есть каждый раз что-то кардинально другое у неё выходит. И я действительно не знаю, что от неё ожидать. Шестой пункт. Автор, первая же книга которого стала для вас и последней. Вы больше не хотите его читать. Это Байтл. И я познакомилась с его книгой «Дневник книги торговца». Ну, во-первых, он там пишет, что о посетителях своего магазина. Он пишет на Фейсбуке, рассказывает всякие вещи, в которых эти люди покрыли позором сами себя, своим поведением. Мне не кажется это правильным, такой поступок. И вообще я когда читала, ощущала себя такой гарпией, злой, циничной, вредной, придирчивой, злобной. Мне хочется чувствовать себя более приятным человеком, чем у злобленной гарпии. Поэтому вот если он что-то ещё напишет, может быть, уже даже написал, я не знаю, я не отслеживаю его, творческий путь. В общем, на этом моё знакомство с данным писателем остановилось. Хотя пишет неплохо, весело, задорно, занимательно, но в силу вышеперечисленных причин нет. Так далее. Автор, которого вы ещё не читали, но уверена, что он вам понравится. Сложно сказать. Я когда увидела этот пункт, начала просто сидеть и листать лайфлип, но я думаю, что это Рэй Брэббери. Я ещё в величайшем стаду не знакомилась ни с одним из его произведений, но мне почему-то кажется, что мне понравится. Далее у нас пункт восьмой. Автор, про которого вы с уверенностью говорите, не мой. Но я просто взяла, посмотрела список прочитанного за последнее время. И Керима Нескалка. Тоже про неё не так давно говорила. В моих глазах, это, конечно, сугубо моё личное мнение, я не отрицаю, что оно как будто нравится. Но в моих глазах это, скорее, просто человек, который получает удовольствие от создания каких-то произведений художественных, но не писатель. Девятое. Автор, которому вы готовы дать второй шанс. Дона Хью. Моё закусство с ней началось с её книги «Чудо». Я не была впечатлена, честно вам скажу. Хотя сюжет очень интересный. Из него можно было бы, как я считаю, выжить больше. Но, как мне кажется, автор с этим не справилась. Тем не менее, слышала очень много похваленных слов о её книге под названием «Комната». И, может быть, когда-нибудь я смирюсь с этим произведением познакомиться. Почему бы и не. И последнее. Автор, которого вы для себя открыли недавно и с которым доверяетесь продолжить знакомство. Конечно же, это Гузель Яхина. Её книга «Зуиха. Открывая глаза» меня просто покорила. Это была любовь с первого взгляда. Я потрясена в самом хорошем смысле слова. И, несомненно, продолжу знакомиться с этим автором. И, я уверена, наши совместные отношения будут всегда полны любви и преданности. На этом, конец видео. Уже, да, так быстро. Огромное спасибо Людмиле Ильиче за создание такого любопытного тега. На сегодня всё. До скорых книг. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok